Так, я не увидела, что игра уже началась, сейчас я вам откомментирую. Значит, первый ининг начался с защиты Алмаза, ровно в атаке. Сейчас ровно занимает вторую и третью базу, один аут. Аут сделали красиво на первой и вторую, честно говоря. Заблокировали на вторую. Вторая и первая заняты, но очков в дом зашло, ровно зашло. Алмаз, давайте! Это хитбай пич и квадрат. Ну, ровно бьет, стабильно, так обычно. Классика игры. Закид нога в огню. Ну, они молодцы в этом смысле, очень здоровские у них фитты. И это страйк хороший. Это страйк-аут. Квадрат, два аута. Питер умничка у Алмаза. Да, сбол. Высоковато. Это страйк-аут. 1-0. Ровно заканчивает ининг. И сейчас, в смысле, заканчивает атаку. Сейчас выходит в защиту. Это страйк-аут. Ровно девочка на печаль. 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 Ровно девочку на печаль. можно было даже очко получить сейчас. Тайета страйкаут, ребята. Ай-ай-ай. Алмаз на самом деле сейчас достоин выиграть. Может быть. Может быть. Ну, мы не знаем. На самом деле все группа шикарная. Ровно тоже. Они чуть-чуть уступили вчера Кировограду, при том, что они вчера в принципе вели в начале. Поэтому ну, смотрим, любуемся. Ривне. Ривне. Это такое, прям, настроенное было на удар. Ривне. 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 Мне кажется, что... Ну ладно. Тем не менее. Чёрт. Чисто. Аут на Афель. Страйк аут. Кетчер исправился. Он не поймал, но исправил ситуацию. Да, далёко. Далековато. Кетчер показывает? Да, Алмазь. Ждём победу. Почему бы и нет. Никто вчера не ждал, а она была. А теперь уже можно и ждать. И это страйк. Полный счёт. Класс. Красавчик. И-я-я-я-я-я-я. Мася. Попал, попал. Ветерун. Такое бывает. Ничего. У нас есть одна алмаза. Это был. А-а-а. Очень близко. Вобола. Попал, попал, попал. И вверх. Не ловит. Столбом. Вверх не ловит кетчер. Не кричит ему. Не подсказывает. Не подсказывает ребята. Не подсказал квадрат кетчера, что вверх. Можно было флай поймать. Но, тем не менее, полный счёт. Бэйзенбол. Первая, вторая занята. Один аут. Давай, Глеб. Бэйлбом. Хорошо. Один страйк. Два страйка в доме. Двухбазовый ударили ребята. Двухбазовый. На второй-третьей базе фиксируется ровно и одно очко заносит. Видишь, на символ что-то ещё хорошо. А, два очка. Да, одно очко заносит. Бой-то хорошо даже там стоит. И снова одну базу. И снова одну базу. И еще один. Это страйк. Игрок на второй базе. Один аут. Два пичи. Первая и вторая заняты, один аут. Хотелось бы нам увидеть Киев в суперфинале. Я напомню, что какое бы место в группе А сейчас не заняли ребята, со следующей игры начинается опять дайбол. Кидбайпич. Куба решил убить их. Квадрат, один аут. Какое бы место не заняли сейчас ребята в группе А, у них все равно есть шанс добраться до суперфинала. Единственное, что занявший первое и второе место в группе А сможет это сделать просто быстрее. Опять фидбайпич. Мне кажется, он как на быка. Красная форма, и в нее, он к нему прилипает просто. Прилипает к красному. Один аут, квадрат. Хороший сейчас, отличный бросок. Бол. Полный счет. Полный счет. Полный счет. Браво! Это неплохо! Сейчас нужен страйк. Алмаз. Это страйк-ау! Открыли любую игру! Открыли любую игру! Два аута урон на квадрат. Еще одно очко можно до конца лимита. Да, пойду! Не ловят! Не ловят! Не ловят? Не ловят, Salvadorita! Не ловят! Полный счет И это шестое 6-0 И это опять Шпавлемет перебежали Ну вот Не пошла игра у Алмаза Сровно Так, не совсем понимаю Почему 8-0 А почему 8-0 Почему 8-0 Там шесть должно Приходится за всем смотреть Потому что там шесть Ребята, надо подрабатывать Сильник получит Макс Иди Иди более Это страшно Иди более Продолжение следует... 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 Алмаз сделал аут на первой базе. Ничуть не сделал даблплей на третий. Раннер очень неуверенно бежал в дом. А потом возвращался. И если бы не попали ему в спину, то, наверное, было бы два аута. Все еще занята вторая и третья база. Один аут. Так, бол засчитывает судья. Аут на первой. Раннер опять не побежал домой. Очень зря, как мне кажется, потому что нужно было бы тогда выбирать, кого ловить. А так они ловили игрока просто на первой базе. Так, перенор. Оссалили. Я просто не представляю, как оссалили. Очень медленно игрок добирался. Раннер до третьей базы. Очень медленно. Смена. Так, игра интересная, но очень много ошибок. 6-0. счет нападение алмаз не совсем понятно но тренер ровно помогает кировограду в качестве тренера я так понимаю хотя бы вроде бы как у кировограда достаточно своих тренеров помогает именно как тренер и кажется в команде кировограда есть ряд игроков из ровно по крайней мере раньше я видел другой команде этих игроков в команде ровно то есть как легионеры выступают интересно закручивается полбола потолок мощный удар мощный удар алмаза но здесь им мешает потолок на бол два балла на раз два страйка в доме алмаз очень-очень агрессивно настроен на беттинг аут на первой слабый удар получился однако защитник тоже поддал интриги ровно и не очень быстро бросил на первую базу четкая ловля на первой базе и аут на первой так кетчер показывает что ему не все равно что происходит с его командой это бол у бабула а 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 непонятная ситуация был б бейзон бал почему-то тренера а а все а так как кетчер потерял мяч то был шанс добежать до второй базы а тренера очень а а очень эмоционально отреагировали на медленный ход а медленный ход на первую базу а потому что можно было а так отличный удар а нет это не двухбазовый получился защита сгребла мяч и была готова ловить однако однако первая вторая база заняты хороший такой прострел пошел вдоль вдоль третьей базы и если бы было на поле непонятно чем бы это все дело закончилось слайд к в а справ а а а да а а а и и Страйк-аут после фалтипа, я так понимаю. Два аута занята. Первая, вторая база. Это бол. Кетчер. Кетчер всем своим видом показывает готовность к ловле. Так, это бол. Вот. Молодец в целом. Хоть и выглядит это немного потешно, но на самом деле молодец. Это был страйк. У нас пытается воровать. Вот здесь все время, потому что два аута и нужно что-то делать. Так, смотрит нас шесть человек. Байзонбол, конечно. Конечно, байзонбол. Конечно, очень близкий был мяч. Полный квадрат. Два аута. Надо заносить алмазу, чтобы выровнять ситуацию по очкам. Очень надо. Обол. Ранеры ждут удара. Ждут ошибок. Хаубол. Шесть человек смотрит. Из них, я так понимаю, что это как минимум двое из Киева. Скажем так, трое я вижу уже из Киева. Ну, то есть, насколько интересно все это родителям команды Алмаза и Первого Града, не совсем понятно. Так, Харьков передает привет всем участникам соревнований. К нам подключился Харьков. Байзонбол тем временем заходит первое очко. Счет становится 6-1 в пользу Кировограда. Так скоро мы всю Украину подтянем. Николаев тоже передает всем привет. А, извините. Мне тут подсказывают, что это не Кировоград, а Ровно. Это все объясняет, кроме красных футболок. Я пришел на середину игры. Развозил нескольких человек. Так, сейчас будет какой-то разговор. Так, там началась перепалка между тренерами. Эмпайр попросил сбросить градус. Так, ждут интересные игры с тиграми. Сейчас начнутся интересные игры для тигров. Тайм. Тайм. Что-то затевают. Коварные ребята из Ровно. Так, судя по тому регламенту, по которому мы играем, значит, в группе А, те команды, которые занимают первое и второе место, им останется... Страйк-аут, и это смена. Так, ошибка. Ошибка Эмпайра. Скореры молодцы, я так понимаю, и подсказали, что это первый страйк. Те две команды... Первые два места группы А Бейзенбол. Два очка зашло, полный квадрат, два аута. Мне тоже показалось, что это был очень низкий, далекий. Аут на первой. И это смена. 6-2 счет, в пользу Ровно. Счет еще не финальный. Который час? Ты сейчас играешь, ты вообще на время должен... 15-46, что ты это дала? Еще... Давай, начинай. Еще попасть... Пойдем, не вняй. Это сняли. Это сняли. Снух. Снух, смах, смах. Снух. Снег. Так, нападение ровно. Мне вот интересно, когда ровно с Кировоградом играла, манишки какие-то выдали или реально была очень интересная игра игроков в красной форме против игроков в красной форме. Так, два бола. Бейзонбол. Значит, команда ровно поддерживает своих игроков громкими речевками. Реально стало громко и шумно в зале. Молодцы. Кип-бай-пич. И ровно занимает первую и вторую базу. Надо что-то менять. Счет не позволяет так роскошно себя вести. По регламенту этих игр сейчас просто Алмаза спекшийся питчер на прошлой игре. И сейчас не самый сильный питчер у Алмаза, но он на эту игру отдыхает, он не может питчерить. Зато на следующую он снова выходит. Вот так вот. Поэтому мы видим такую картину. То есть через игру можно менять питчера. Да, да. То есть у них игра — это день. Так, есть страйк. Так, и это бол. Я бы не сказал, что это бол, но... Да-да. Хороший. Удивительно. Удивительно просто. Он, по-моему, еще дальше бросил в этот раз. Ну, окей, 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 окей. Меня отсюда, безусловно, хуже видно. Это молодец. Так, один аут есть у Алмаза. На первый раз. В смысле, они его сделали. Это страйк. Асаль, асаль, асаль. Асалил. Красавчики. Два аута. Пошло дело. Возможно, это еще и не из отбивания было на самом деле. Да, это начиналось с этого игрока. Аллбол. Ситуация резко поменялась. Было ноль аутов, занято первая-вторая. Стало два аута, занято первая-вторая. Это болт. Красиво подпрыгнул так низенько над землей. Типа, кормал и ушки не сдвинул. Отработал ногами. Класс. Скорее всего, уточняют правила по поводу нахождения в бетербоксе. Значит, по правилам бейсбола, если бетер не стоит полностью в бетербоксе, то это автоматический аут. Этим грешат некоторые ребята. Видимо, ну просто не знают или не было таких у них ситуаций в жизни, когда их уводили с поля в аут за счет неправильной стоянки в бетербоксе. Но для того-то и нужны нам игры, правильно? Чтобы дети... Да и мы, в общем-то, тоже... Вчера была вот бетербокс. Узнавали все правила и нюансы этой игры. И это был страйк. Смена. Смена. И интрига остается. Вот смотрите, как ни странно, закидал питчер трех игроков, три аута подряд. Три страйкаута. Очень высокий игрок, ровно на первой базе. Этот красавчик сделал на Литл Лиге два аута нашей команде, благодаря которым, собственно, и был выигран турнир. И они заняли первое место. Я с ним немного пообщался. Он говорит, что он и на этой Литл Лиге играет. Я возраст, собственно, не знаю. Об этом-то всегда интересно, да? Так что ждем его на Литл Лиге. Возможно, Кутно и так далее. Так. У Алмаза есть все шансы. Интрига сохраняется. 6-2. Ользу ровно. Сейчас будет все решаться. Будет непросто, но это всегда интересно. Рука простых игр нет, ну. Аут сделали. Неплохой был удар, но не сильный. Защитник качественно обработал. Аут на первой. В прошлый раз, по-моему, это одномазовая защита. Я не могу понять, может ли это сколько с поля? Нет, поймал защитник в зоне поля. Он не успел удариться. Нет. Не-не-не-не-не. Так, это бол. Так, начинает Алмаз немного поддерживать свою команду. Так. Полтип и второй аут. Интересные игры получаются. Красавчики. Ай-яй-яй. Перехвалил. Перехвалил. Значит, защитник отлично поймал мяч. Сильнейший удар, ну, как для этого турнира. Слезает. В районе третьей базы и дал абсолютно неточный пас на первую базу. Абсолютно неточный. Мяч не был пойман, и игрок добрался до второй базы. Не растерялся. Молодец. Сразу побежал на вторую базу. Бежать? Нет, нет, нет. Бежать нет. Стоит. Стоит. Так, сворована третья база. Причем была опять ошибка у Ровно. И это могло закончиться очком. Но подстраховали. Ну, честно говоря, сейчас два аута и уже один страйк в доме. Сейчас надо что-то делать. Чтобы завести это очко. Шансы есть. Конечно. Ждем. И фау-бол. Далеко. Третья база занята. Нам на третий сейчас поворачиваем, потому что самое интересное поддона. Ай. Бол-бол. Десоковат. Но фау-бол. Да, давай, действительно. Будем сейчас смотреть вот здесь ситуацию. Смотрите, где стал кетчер сейчас. Да. Это явно ловушка. Но видит, видит. Молодец. Показывает пальцам. Инструктируются игроки. Фау-бол. Изматывает, изматывает. Молодец. Но попадает, просто не попадает в поле. Блин, класс. То есть битой всегда по мячу. Плохой удар в поле хуже фау-бола. Битой по мячу, битой по мячу. Молодец. Аут на первой. Честно говоря, почему-то... А, ну да, там просто третья база поймала. Но надо было, наверное, отбежать. Слишком точно попал он в игрока-защитника на третьей базе. Удар был шикарный. Жаль. Счет не поменялся. Ну, последний низ, Сынин, да. Этот вопрос сейчас останавливает игру или нет? Да, останавливает. Уже на построении. А дело в том, что по очкам... Да, построение. Итого получается, если я не ошибаюсь, что все друг у друга выиграли. Сейчас будет разница очков. Либо... Ну, либо что-то другое, чего мы не знаем. Поэтому ждем... Либо по количеству, либо... Ждем пропущенные... Пропущенные... Судей наших счетной комиссии. Скорее всего, разница, да. Но, значит, смотрите. Те, кто занимают первые два места... Я все никак не успел сказать. Получается такой регламент. Те, кто заняли первые два места, они играют еще одну игру и выходят в финал. Те, кто занимают третье и четвертое места, они все равно могут выйти в финал, но им нужно сыграть две игры. Те игры, чтобы добраться до финала, должны сыграть три игры. Все выиграть, конечно. Вот, то есть, по большому счету, у всех команд, после первого тура, у всех команд, кроме трех команд из группы B, остается шанс бороться за золото. Ждем следующую игру. Пауза.